Здравствуйте, уважаемые друзья! Хочу предложить вашему вниманию связать немножко необычную мокрую мушку, которая напоминает египетскую змейку, змею. Значит, в таком варианте, как я ее сейчас буду изготавливать с использованием эпоксидного клея или же лака, и флуоресцентных, я не пробовал в рыбалке, поэтому попробуйте сами, потом мне сообщите. Из дабинга я такую изготавливал в таком стиле, она с успехом ловит практически любую белую рыбу. Что нам понадобится? Нам понадобится, вот я попался мне на глаза вот такого типа крючок, и я решил на нем изготовить вот такую необычную приманку. Нить я беру белую, так как подложку нам желательно изготовить из белой нити. Огрузил свинцом, потому что нам необходимо будет нашу нимфу эту проводить у самого дна. Доводим там, где наш свинец заканчивается. И теперь нам понадобится, я буду вам показывать, а вы уже потом сами определитесь. Как я уже говорил, я неоднократно использую вот такую хорошую ультрафиолетовую белую нитку, которую я распускал. Точно так же, вот у меня имеется такого оранжевого цвета, это из тесьмы, тоже нить, которая обладает светоотражающим ультрафиолетовым эффектом. И черная. Давайте теперь мы с вами закрепим все материалы. Значит, все материалы, которые у нас имеются, необходимо вот сразу я беру и начинаю вот такими движениями. Подхватил, теперь подтягиваю, чтобы у меня мои кончики были выровнены. Это нитка ровница, поэтому подберете для себя сами вот тот вариант, который по цветовой гамме можно использовать не только вот такую вот, как оранжевого цвета, но взять, допустим, несколько другого оттенка, морковного, или же малинового, или же красного. То есть, это не принципиально. И доводим до, буквально, считайте, чуть дальше, чем за загиб. Теперь нам необходимо закрепить черную нитку. Черная нитка, это такие же вот пряди нитки ровницы, которая у нас продается в галантерейных магазинах. Крепим ее здесь, подтягиваем, подравниваем наши волоски. Это не страшно, потом они у нас все будут в идеале. И крепим сразу, стараемся так, чтобы слегка вот они у нас были разделены между собой, не касались, потому что будут подкручиваться. И также я вот из этой вот нитки, которую вам показывал на катушке, я взял три пряди и крепим теперь ее все здесь. Подравняли, подвели там, где все закреплены, и, как я говорил, уведем ее в стороночку. Теперь я для того, чтобы сильно не забивать голову, отрежу сейчас небольшой вот кусочек нитки белой. Только лишь одну прядь, для того, чтобы мы сейчас смогли с вами подровнять тело. Как я вам показывал, вы уже знаете. Уводим нашу нить. Колечко. Сделаем завершающий узел. И нить нашу мы удаляем. Нам уже она больше, как говорится, не понадобится. Теперь для лучшего сцепления материалов при намокании, чтобы у нас наша нимфа служила очень-очень долго. Я обычно использую, я уже показывал, но по вашей просьбе покажу опять, вот такой клей. Это не реклама, просто уже я перепроверил разные варианты. Это достаточно хороший и удобный в работе клей. Он гелевый, не сразу схватывает, работает очень-очень хорошо. И к тому же он прозрачный. Ну и теперь, вы сами все прекрасно знаете, мы берем и начинаем теперь уже делать подложку из белой нашей нитки. Выполним буквально подложечку до колечка. Вот мы сделали вот такую небольшую подложку. И теперь, что нам с вами, допустим, необходимо очень-очень проследить за тем, чтобы это было у нас нормально. Значит, мы будем изготавливать, чередуя определенные цвета, как у живой натуральной змейки. Поэтому я беру вот в руки вот так черную, увожу, ставлю крючок в удобное положение и перевожу мои пряди все вот так вперед. Немножко с заморочкой, как я говорил, но все это нормально делается. Ставим крючок в удобное положение и начинаем выполнять теперь уже обмотку. Следим за тем, чтобы наши пряди не цеплялись и не спутались. Подравниваем вот так. Начинаем с самого нашего кончика. Подравниваем. И выполняем вот такую вот обмотку. Это мы все потом будем с вами вскрывать лаком, поэтому вот те неровности, которые у нас получаются, они потом все будут у нас вскрыты. Оставляем здесь. И теперь берем две пряди наших черных. Переводим вот в это положение и отпускаем теперь нашу белую и оранжевую нитку. Вот так достаточно. Теперь удерживаем черную нитку и берем нашу белую. Перемещаем теперь ее к месту работы. Проматываем нашей белой ниткой пару оборотов. Берем теперь, переводим вот так вверх и берем нашу теперь черную. Отпускаем белую и проматываем, стараемся так, чтобы это было более-менее ровненько черной. Теперь, друзья мои, я беру, вот поднимаю вверх свою оранжевую, морковную, ну то есть, какая у вас будет по контрасту нить. И стараемся, как вы видите, вот поделить так, чтобы у нас вышли равные вот такие сегменты. Но скажу вам сразу, оранжевого или же нашего вот такого розового или красного цвета должно быть несколько больше, чем вот тех промежутков, которые мы делаем с черным и с красным цветом. Поэтому проматываем несколько больше, а потом начинаем формировать. Берем опять прядь нашей черной. Как я уже говорил, вот так немножечко переплели, чтобы нитка не ушла. И берем теперь нашу черную. Если, как говорится, потом при приобретении навыков будет несколько удобнее работать. И видите, вот нитки, они не путаются. Я пробовал уже делать на катушках, вернее, на бобинодержателях. Но, друзья мои, скажу вам сразу, затруднительно, вопрос состоит в чем, что сложно контролировать, чтобы она шла ровницей. Так, немножко с заморочкой, но, честно скажу, выходит достаточно хорошо. Вот мы оставили чуть пошире сегмент. Опять мы приподнимаем вот так вверх, перехватываем нашей белой ниткой и вверху, вверху, вот как вы видите, вот она осталась и уже никуда у нас не убегает. Два-три раза, так, чтобы проявилось хорошо белое. Опять теперь поменяем на поднимаем вверх, как я уже говорил. И теперь берем, работаем с нашей черной. Ширину вы уже для себя подберете сами, это не так, допустим, принципиально. Главное, чтобы выглядело более-менее симпатично. Вот. В принципе, это вам все понятно, и также мы движемся до самого колечка. Вот, друзья мои, я изготовил такое тело. Теперь для того, чтобы достаточно оно было крепким, можно использовать вот такой клей, или же, допустим, использовать специальную эпоксидку, Биг Бонд, можно использовать. Если у вас по каким-либо причинам дома этого нет, я вот использую обыкновенный лак-клей, который глубокого проникновения и достаточно хорошо себя зарекомендовал. Значит, что я делаю? Я беру и теперь начинаю слегка вот так пропитывать все тело. Операция достаточно долгая, поэтому давайте я ее закончу, она подсохнет, и мы потом увидим уже окончательный результат. еще, конечно, надо, чтобы хорошо впитался наш лак, достаточно хорошо подсох, ну, в принципе-то вам уже на готовом изделии все видно. Достаточно хорошо флюоресирует, буквально все цвета, которые вот, кроме черного, это обыкновенная нитка, поэтому я думаю, она должна ловить рыбу, не то, что должна, а обязана. Спасибо вам за внимание, до скорых встреч!